Привет-привет всем! Гидроудар это попавшая в двигатель вода в процессе его работы и его последствия. Чаще всего гидроудар происходит во время преодоления луч водяных предприятий, когда вода через воздухоподачи попадает в камеры с карания двигателя. Указавшись в камере с карания вода предприятие движения поршня к верхней мертвой точке, поскольку вода не сжимается и не срывается под давлением, что приводит к остановке двигателя и в множество случаев поломки. Из-за невозможности сжать воду, имевшаяся кинетическая энергия направляется на наиболее хрупкие детали, элементы двигателя, что приводит к их поломке или скручиванию, в зависимости от количества воды и качества самих деталей. Последствия и их сила зависит от трех основных факторов, а именно 1. Количество воды, попавшей в цилиндр. 2. Мощность двигателя автомобиля. 3. Количество оборотов двигателя на момент гидроудара. Гидроудар сопровождается ощутимым толчком перед остановкой двигателя. В зависимости от того, насколько высоко обороты двигателя автомобиля, в момент гидроудара отличаются последствия от него. Гидроудар двигателя может вызвать массу неприятностей плод до поломки коленчатого вала двигателя. 4. Важно. Особенно опасен гидроудар для дизельного двигателя, у которого рабочее давление цилиндров значительно выше, чем у бензинового мотора. 5. Порщин под воздействием колоссальной кинетической энергии питается щас объем цилиндра, а вода элементарно не позволяет это сделать. Как следствие, элементы двигателя гнутся, лопаются и ломаются. 6. Важно. Помимо воды, причиной гидроудара также бывает моторное масло, которое попадает в цилиндр после поломки турбины. 7. Самой причиной этого гидроудара может послужить и не только попавшая в двигатель саботная вода из лужи или иных естественных водоемов. 8. Иногда просто-напросто происходит простое просачивание технических жидкостей в цилиндре из-за самых неисправностей в двигателе. Например, в камеру сгорания двигателя может попасть в охлаждающую жидкость, и произойти это может не только из-за прогорания прокладки головки цилиндров, но и из-за неисправности самих инжекторов или того же карбюратора. 9. Несмотря на герметичность автомобилей, вода из лужи умедляется в попасть камеру сгорания через воздушный фильтр. 10. Чтобы избежать гидроудара, водителю нужно знать несколько простых правил. 10. При прохождении больших и глубоких луж не набирайте высокую скорость. 11. Двигайтесь со скоростью не более 7 км.ч. 12. Если у вас низкий автомобиль, постарайтесь минимизировать вероятность попадания в глубокую лужу. 13. Засчитанные меры, советы профессионалов, как не допустить гидроудар. Не допустить возникновение гидроудара достаточно легко. Для этого необходимо. 1. Старайтесь избегать подтопленных мест и больших луж более 10 см. Также стоит избегать луж глубины, которую невозможно определить. 2. При пересечении лужи снизить скорость автомобиля до минимума и аккуратно переехать ее. 3. Если на улице идет тропический ливень, лучше пересидеть в такую погоду дома. 4. В случае, если вы уже находитесь в пути, стоит остановиться и переждать, пока интенсивность дождя хоть немного снизится. 4. Крайно не рекомендуется заводить автомобиль, если он заглох при прохождении лужи или после преодоления. 5. Действия водителя, что должен делать водитель, если машина заглохла после лужи. Как уже было сказано, высший автомобиль ни в коем случае не стоит повторно заводить. 6. Лучше вызвать эвакуатор, чтобы он доставил автомобиль до специализированной автомастерской, где просушат как цилиндры, так и весь силовой агрегат автомобиля в целом. Но возможность вызвать эвакуатор не всегда имеется. В этом же случае следует. 1. Если автомобиль находится в воде, то прежде всего его следует вытащить из нее. 2. Разобрать непосредственно воздушный фильтр, так как именно через него чаще всего вода попадает в двигатель. 3. Если в воздушном фильтре имеются следы воды, стоит перейти к следующему шагу. Если нет, собираем все на место и пробуем завести автомобиль. 3. Если в фильтре вода все так и есть, вывернуть все свечи зажигания. 4. После этого можно попробовать завести двигатель. Поскольку свечи зажигания сняты, вода, попавшая в цилиндры, может выйти через отверстия, где были свечи. 5. Если через свечные отверстия выйдет хоть немного воды, это означает, что вода уже в двигателе, и заводить автомобиль нельзя ни в коем случае. 6. Четвертое. Если вода отсутствует, вкручиваем свечи зажигания и собираем все на своем месте. 7. Пробуем повторно завести двигатель. Важно! Если передняя часть автомобиля пробила под водой более 10 секунд, с вероятностью 99% можно сказать, что вода попала в двигатель. 8. Если вода все таки попала в двигатель, автомобиль его ни в коем случае не следует заводить. 9. Такой автомобиль необходимо на буксире или на эвакуаторе доставить автомастерскую для последующей сушки. 10. Также довольно часто случается, что причиной, по которой заглох двигатель, являются татчики и провода автомобиля. 11. Стоит отметить, что в висше описан наилучший исход для водителя, когда требуется только просушить двигатель и заменить фильтр. 12. К сожалению, чаще всего гидроудар приводит к более серьезным проблемам, повреждению блока цилиндров, погнутым или сноманным шатунам и т.д. 13. Признаки. Что указывает на гидроудар двигателя? 14. О гидроударе можно судить по характерному звуку при проходении водных препятствий, либо после них. 15. Кроме того, автомобиль после гидроудара, как правило, глохнет. 16. Но если все-таки не заглох и слышно какие-то подозрительные звуки и стуки, немедленно остановите автомобиль и вызовите эвакуатор. 16. Гидроудар по двигателю автомобиля не всегда можно заметить. 16. Иногда бывает, что при гидроударе автомобиль не глохнет и адекватно себя ведет продолжительное время, до 10 000 км, например. 17. Все это время износ силового агрегата идет ускоренными темпами и приводит к печальным последствиям. 18. Ну и в конце видео хочу попрощаться и просто подписаться на канал. 18. Спасибо всем за внимание.